В эфире телерадиокомпания «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Очередная попытка рейдерского захвата объекта, принадлежащего Министерству обороны. Подземные переходы у железнодорожного вокзала оснастят специальными подъемниками. Одесская полиция не хочет признать свои вины в избиении женщины. Патрульный офицер требует привлечь к ответственности автора критической статьи. Еще не успела затихнуть история с захватом школьного аэродрома, как еще один объект Министерства обороны, расположенный в артиллерийском переулке, едва не ушел с молотка за копейки. Торговля землей в Одессе, причем не только муниципальной, давно перешла разумные границы. Городское руководство раздает разрешение налево и направо в угоду своим коммерсантам. Не успел затихнуть скандал из-за школьного аэродрома, по которому до сих пор идут судебные процессы. Как чуть был очередной, земельный участок площадью более 4 гектар не ушел за копейки в частные руки. Речь идет о земле военного городка, расположенного в артиллерийском переулке 4. 17 января должен был состояться аукцион по продаже имущества МОО «Одесский автомобильный ремонтный завод» в виде целостного имущественного комплекса общей площадью 4,2 гектара земли. Такое решение было связано с процедурой банкротства предприятия, решением от 1 июля 2017 года и требованиями кредиторов. Ликвидатором предприятия является гражданин Российской Федерации, который проживает в оккупированном Крыму. Собственником имущества является Министерство обороны Украины, которое вовсе не было проинформировано о процедуре ликвидации и предстоящих торгах. Министерство обороны, отримавши эту информацию про неправомирные действия Салива, самое выставленное на продаж майнового комплекса державного предприятия, направило соответствующий лист с описанием всех порушений чинного законодательства, допущенных арбитражным керучем, на министра юстиции Петренко. Министерство юстиции дало відповідное доручение Одесскому областному управлению юстиции, для того, чтобы проверить законность и правомирность действий, зазначенного арбитражного керующего. И за наявной у меня информацией, уже призначена переверка. По предварительным данным, весь имущественный комплекс стоит более 35 миллионов гривен и чуть было не был продан на аукционе в четыре раза дешевле. Больше половины этой территории, из 4,2 гектаров земли, которые находятся в центре города Одессы, таким образом, пройдут в руки властников за сниженою вартостью. Хочу сказать, что из 18 строителей, которые есть на территории нашего предприятия, субъекта предприятий деятельности «Эксперт Ткач» оценили лишь четыре строителей, четыре строителей. Решта строителей они оценили в одну гривню. Мы, как участники АТО, категорично будем делать сопротив цих элементов коррупции, цих всех действий, в том числе представителей міської влади. Мы будем давать им вислич, потому что не пропустимо, когда в условиях войны, когда гинуть наши хлопцы, то эти дилки или посадовцы фактически разграбируют и Украину, и фактически сприят ворогу. В ситуации с проспродажей земли в Одессе гражданам Российской Федерации нет ничего удивительного. Ведь неоднократно во многих СМИ говорилось о том, что сам одесский городской голова имеет паспорт гражданина РФ. Сегодня, благодаря Союзу ветеранов-участников АТО и военной прокуратуре, которая заняла в данном случае жесткую позицию, продажи удалось избежать. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, пока не ясно. Одесса станет доступней. В районе привокзальной площади подземные переходы будут оборудованы специальными подъемниками, с помощью которых маломобильные группы населения смогут безопасно для себя пересекать сложные участки дороги. Каждый из нас, здоровых и подвижных, мало задумывается над тем, насколько иногда, кажется, самые простые вещи могут оказаться невероятно сложными. Например, возможность перейти дорогу с помощью подземного перехода. Казалось бы, что здесь такого, но спустился по ступеням, но поднялся и вот уже на другой стороне улицы. А теперь представьте, что вам приходится передвигаться на костылях или на инвалидной коляске, или вы родитель с маленьким ребенком. И вот перейти дорогу, пользуясь подземным переходом, для вас небывалая роскошь. Ну, просто потому, что переход для таких людей почему-то в наших подземках не предусмотрен. На днях в Одессе случилось событие, важность которого трудно переоценить. Впервые в нашем городе на подземных переходах появятся специальные подъемники, с помощью которых любой маломобильный человек, от просто пожилого до человека с инвалидностью, сможет подняться и спуститься в подземный переход. Уже сейчас начался монтаж необходимого оборудования в районе привокзальной площади. И что особенно важно, это стало возможным благодаря неравнодушным людям, входящим в общественную организацию, антидискриминационной конфедерации, и тому, что им удалось выиграть конкурс в рамках общественного бюджета. Как мы победили, я, честно говоря, не знаю, потому что на фоне того, насколько эта тема никого, в принципе, не беспокоит, все-таки за проект по Дерибасовскому, который не прошел, проголосовало там тысячу человек, за проект по подземным переходам проголосовало больше двух тысяч человек, и он прошел. Каждому, кто проголосовал, огромное человеческое спасибо, потому что в конечном итоге, когда эти переходы будут оборудованы, это будет, во-первых, плюс большой для города, эта картинка будет очень, как бы, и красивая, и говорящая о том, что в Одессе все-таки заботятся о этой категории граждан, и это будет полезно для большого количества людей, потому что маломобильная группа – это кто угодно. При всей важности, право на доступность в Одессе почти не соблюдается. С одной стороны, из-за редкого равнодушия к данной проблеме большинство граждан. Пока кого-то лично не коснется, никто о доступности и не задумывается, не говоря уже городской власти, которая все больше на словах регламентирует свою заботу о людях с инвалидностью и тех, у кого ограниченные физические возможности. И даже те, кто сам имеет инвалидность, точно знают, как это страшно, когда ты не можешь сделать элементарно перейти дорогу, проехать трамвай, зайти в аптеку из-за их недоступности. Предпочитает об этой проблеме молчать. На примере транспорта, когда сейчас идет такое бурное обсуждение, никто об этом не говорит вообще. Даже инвалидные организации, в первую очередь инвалидные организации. Вы понимаете, что когда на комитете за доступностью люди еле-еле туда добрались, и в то же время они дают благодарственное письмо ИЛЬКО, которое у нас руководит этим департаментом, связанным с транспортом, это просто какое-то… Но это есть на самом деле, это наша реальность, мы в этом живем. Более того, власть нещадно эксплуатирует само понятие инвалидность и инвалид. Знаете ли вы, что в нашем городе официально не менее 30 инвалидных организаций есть с весьма странными названиями, вроде инвалиды надежды или инвалиды художественного творчества, но на самом деле большинство из них являются организациями-фикциями, и тем, кто на самом деле имеет инвалидность, отношения не имеет. Количество организаций. Количество организаций такое огромное и странное название, потому что они уже ищут просто название со словом инвалидность, чтобы не повторяться. В основном они создаются, большинство из них создаются для распила бюджета, для вывода коммунальной собственности из города. Об этом было много репортажей и на одесском телевидении, и там конкретно показывали связки депутатов горсовета и самого Геннадия Леонидовича, правильно Труха назову, да? И тут четкие данные, абсолютно прозрачные схемы, никто никого не боится, потому что они чувствуют себя просто небожителями и считают, что им никогда не придется отвечать за свои действия. Но потому так важно то, что удалось сделать антидискриминационной конфедерации. Им удалось впервые не только обратить внимание чиновников на проблему доступности, но и решить ее, пусть пока только в районе ЖД вокзала. Но и это очень большая победа и результат очень большого труда. Сам проект обойдется в сумму порядка 5 миллионов гривен, исходя из того, что один подъемник стоит около 16 тысяч евро. Уже в феврале месяце подъемники будут полностью установлены и начнут функционировать. В компании Геннадия Труханова своих не сдают. Это доказала работа комиссии горсовета по выяснению причин пожара в детском лагере Виктория. Чиновники мэрии сделали виновными одних только стрелочников, сотрудников учреждения. В ответ на запрос издания избирком, директор департамента аналитики и контроля горсовета гражданин Козлов сообщает, Комиссия считает, что ответственными за пожар являются директор лагеря Петро Саркисян, его заместитель Татьяна Ланина и назначенная, отвечая за пожарную безопасность, воспитательница Наталья Янчик. Комиссия рекомендовала восстановить в должностях председателя Киевской районной администрации Владимира Сушкова, начальника управления архитектурно-строительного контроля Александра Авдеева, директора департамента образования и науки Елену Буйневич и начальника управления капитального строительства Бориса Панова 17 ноября 2017 года. Оказалось, что директор лагеря Петро Саркисян ни разу не обращался в департамент образования с жалобами на какие-то проблемы, а все проверки демонстрировали отсутствие нарушений пожарной безопасности. В то же время, главное управление национальной полиции не ответило на запрос о результатах расследования инцидента и возможной вины чиновников или сотрудников мэрии. Таким образом, все чиновники команды Труханова, кто так или иначе должен был знать о положении дел в лагере, выходят сухими из воды. Крупная рыба ушла на глубину, а мелкая решили пожертвовать. Таков принцип работы нынешней городской власти. Очень часто наши правоохранительные органы и судебная система используются нечистыми на руку представителями этих структур с помощью сфабрикованных обвинений. Более того, победить саму систему зачастую практически невозможно. Однако одесситу Игорю Нечаеву удалось доказать обратное. Европейский суд по правам человека признал его правоту. Одессит Игорь Нечаев, бывший заместитель начальника Одесского УБОП, на счету которого множество резонансных дел, выйдя в отставку, стал предпринимателем. Но в 2011 году его обвинили в том, что он украл свое же собственное имущество. Если говорить проще, бывшие коллеги попытались, что называется, отжать его бизнес, подключив к этому прокурорскую и судебную системы. Организована преступная группа с целью завладения моим имуществом и уклонения, прежде всего, от уголовной ответственности, от присвоения моих денежных средств в особо крупных размерах и противоправным завладением моим бизнесом, созданным мною, инициировали мое уголовное преследование. Ну, как в Одессе все делается. Насколько я знаю, вас обвинили в том, что вы украли что-то у самого себя. Да, у меня обвинение было, причем обвинение тоже было хитро представлено. То, что я присвоил имущество господарщего товариства, которое было полностью створено мною и полностью профинсовано его деятельностью. Семь лет продолжалась борьба Игоря Нечаева с этой машиной под названием «Система». Семь лет по сфабрикованным обвинениям на него давили, его закрывали, его судили. Те, кто, по идее, обязаны защищать саму букву закона, стали орудием беззакония и беспредела. Однако Игорь Нечаев не только смог доказать свою невиновность, не только умудрился дважды добиться прекращения уголовного производства против него, но и выиграл Европейский суд по правам человека. Преследование незаконного. Семь лет оно длилось. И после решения Европейского суда по правам человека, я наконец-то был освобожден от уголовной ответственности. Сейчас я намереваюсь привлечь к юридической ответственности, в том числе и уголовной ответственности, всех тех причастных лиц, которые были причастны к моему незаконному уголовному преследованию. Это пять судей Приморского районного суда и четыре прокурора. Сейчас Игорь Нечаев из обвиняемого превратился в обвинителя. В отношении работников прокуратуры возбуждены уголовные дела за незаконное привлечение Игоря Нечаева к уголовной ответственности. А ряда судей открыты уголовные производства за принятие заведомо неправосудебных решений. Сейчас квалификация прокуратуры, органов милиции настолько низка, профессиональный уровень настолько низок, что просто я уже доволен, что уже бог с ним уже. Все равно это считается реабилитирующей признакой. Я на основании этого могу обращаться в суд, возмещать ущерб, который причинили мне органы досудебного следствия, прокуратура и суда. А в отношении прокурорских работников и в отношении судей открыты уголовные дела, причем открыты непосредственно судом, потому что прокуратура у нас не вбачает склады злочину в деях своих, в предлеглых и в отношении судей. Но это коррупционная составляющая, они никак не могут увидеть преступления в действии друг друга. 18 января в Суворовском суде Одессы будет рассматриваться иск Игоря Нечаева, ответчиком по которому выступает государство Украина, государство, не сумевшего защитить своих граждан. Критика – это преступление, и всех, кто осмеливается выступать, нужно привлекать к суду. Так считают одесские стражи порядка, бойцы патрульной полиции. Один из них уже несколько месяцев добивается наказания журналиста-общественника, который решился высказать свое мнение о поведении полицейских. Киевский районный суд продолжает рассмотрение дела по иску офицера патрульной полиции Артема Хилиниченко к общественному активисту Алевтине Короткой. Поводом стала ее статья о том, как осенью 16-го года при задержании одесситки Валентины Алексеенко за совершение мелкого административного правонарушения шестеро полицейских, и в том числе Хилиниченко, побили женщину. Факт существования телесных повреждений зафиксирован фотографиями и заключением врачей. Полицейский считает это клеветой. Согласно судебной процедуре, Валентина Алексеенко была вынуждена снова вспомнить и пережить все подробности события. Меня били по ногами, по голове. Били все. У вас взлетая с самых предношений, предношений до Хилиниченко? Да, он меня ударил по голове рукой. На одном из заседаний по требованию ответчика полиция представила видеозаписи с нагрудных камер патрульных. Но самого момента задержания там не было. Он таинственным образом исчез. То есть пропала оперативная съемка, что само по себе дает повод для служебного расследования. Ответчик выступила с рядом возражений. Все они касаются нарушений, допущенных сотрудниками полиции. Уголовное производство по этому поводу ведет прокуратура. Полицейский Хилиниченко имеет за собой уже три уголовных преступления. Первое. Сокрытие информации, причем специальное сокрытие информации с нагрудных камер. Мы знаем, что 16 минут информации прочто уничтожено. И именно тех минут, которые касались действительно избиения женщины. Превышение служебных полномочий – это то и применение спецсредств. И отказ в оказании помощи, что предусмотрено законодательством Украины. Отношение судей к участникам процесса можно назвать выборочным. Многочисленные документы, предоставленные стороной ИССА, полицией, она зачитывала сама. Начинала зачитывать совершенно не относящийся особо к делу материал. Зато материал, который относился к делу, она старалась не зачитать. Вот это было мое запоречивание, которое я давала до суду. И после только моего возмущения я сама зачитала этот материал. Судья почему-то не обратила внимания на отсутствие главной части оперативной съемки. Именно это дает основания для подозрений ответчика вне объективности суда. Следующее заседание состоится в феврале. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». 17 января возле здания Одесской областной государственной администрации прошел масштабный митинг пенсионеров-ветеранов МВД. Требования участников просты. Повышение и перерасчет пенсии. Подобные митинги прошли в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Обещанное повышение пенсии коснулось не всех. Как оказалось, уже больше года пенсионерам и ветеранам МВД не могут перерасчитать пенсию. Именно по этой причине 17 января во многих городах Украины прошли акции протеста. Одесса не осталась в стороне. У здания областной государственной администрации собралось порядка 200 человек, которые требовали внимания губернатора и написали коллективное обращение к президенту Украины. Сегодня акция в Киеве. Мы передаем письмо председателю Кабмина и Верховную Раду. Хотим мы вот что. Первое, это чтобы постановление 704 осталось в силе. То есть этим постановлением должно было увеличиться денежное содержание летом еще. Денежное содержание всем действующим офицерам, прапочкам и солдатам. И оно должно остаться, потому что его хотят перенести на 19-й год. Мы хотим также, чтобы убрали председателя Минсоцполитики Реву, который трижды обманывал нас завтра, завтра, послезавтра. И уже несколько раз выступая по телевидению, он позорит честь и Кабмина, и Украины. Потому что врет все время. Такую категорию, как ветераны военнослужащие, всех категорий, я не буду разделять там, в нашем государстве отодвинуты, обижены, отодвинуты вниманием и обижены. Всем пересчитали пенсии прошлый год. А этой категории, которая прослужила по 25, 30, 40 лет, которая была ущемлена в своих правах, как граждане ослужили государству в том направлении, в каком государство требовало. Это повлияло в конечном итоге и на судьбы, и на семьи на наши повлияло. И нас за это отблагодарили, что отодвинули, не пересчитали пенсии. Мол, это потом, потом, потом. Выслушать требования митингующих вышел заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Демчогло, который зарегистрировал обращение ветеранов к президенту и главе правительства. После чего митингующие разошлись. Выпавший вчера в Одессе первый снег этой зимы принес несказанную радость как взрослым, так и детям. Одесситы лепили снеговиков, катались на санках, играли в снежки. Но уже на следующий день праздничная сказка закончилась. Чего так не хватало для полного счастья жителям города? Да, конечно же, снега. 16 января вечером в одесских парках прошли своеобразные народные гуляния. В парке Победы на горках стояли целые очереди ребятишек с санками. Дети лепили снеговиков, и радости их не было предела. И каких только снеговиков не лепили, каждый по-своему интересен. В общем, за один вечер в парке выросло несколько сотен скульптур и снега. Но сказка продолжалась недолго. 17 января из-за плюсовой температуры снег быстро начал таять. Аллеи постепенно превратились в грязное месиво, а от снеговиков, к сожалению, уже ничего не осталось. Какие-то варвары разгромили детскую сказку. Причем делалось это со странной, непонятной злостью. Не пощадили ни одного снеговика. Остались только снежные глыбы и следы от ботинок, которые крушили снежные скульптуры, сделанные детскими руками. Не умеет наш народ ценить, пусть и маленькие, но прекрасные моменты в этой жизни. Вот так ребенок придет с утра посмотреть на слепленного вчера снеговика, а его кто-то уже поломал. А зачем, непонятно. И снег быстро растаял, другого уже не слепишь. Поэтому прогулкой по парку мы наслаждались сегодня. И не только мы, но и все местные жители, у которых была возможность погулять здесь днем. Одесситы поделились своими впечатлениями от вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Слепились и снеговика, и на санках катались, и на ледянках. Для детей большая радость. В эти два дня снега – это большая радость. Хоть чуть-чуть порадовала зима, ну пусть хоть тает снег очень быстро. Но зато дети... Довольные? Довольные, счастливые. Два дня зимы тоже хорошо. Снеговика лепили? Не успели. Был очень сильный ветер, и дети кричали. У меня младшему из сыновей. Три года он кричал, что на него снег нападает. Идем домой, мама. И не успели слепить снеговика. Просто покатались. Очень много было. И днем было, и вечером. И радость такая, да, детку? Да, вообще классно. И скажите, сколько снеговиков у нас здесь было красивых? Ну, вчера гуляли, мы только два или три построили. А так... Снег. Снег хотите еще? Если дороги чистить будут. А как тебя зовут? Богдан. Богдан? Ты что, вчера не пил снеговиков? Да, с папой, с мамой. Ух ты! А сегодня что ты делаешь? Что ты лепишь? Прическу делаю, да? Богдан, тебе нравится снег? Да. А ты в садик ходишь? Ага. А в садик можно разрешать снеговиков лепить? Нет. Не разрешай? Нет. Патрулируя в минувшие выходные территорию, сотрудники службы государственной охраны национального природного парка «Тузловские лиманы» и научная группа парка наткнулись на охотников в границах заповедника. Об этом рассказал директор парка Иван Русев. Пока научная группа парка искала места зимово краснозобой казарки в рамках международного проекта Европейского Союза сохранения краснозобой казарки на пролетом пути, она несколько раз натыкалась на охотников в границах заповедника. При виде охраны парка охотники молча удалялись. Мы патрулировали территорию национального парка для того, чтобы предупредить охотников о правилах поведения на территории парка и выявляли наличие редких видов птиц. Когда они нас увидели, они поняли, что это команда парка, с ней заедаться не стоит, поэтому сразу собрали свои чучела, ружья и ушли далеко от парка. Скажите, птиц не успели подстрелить? Нет, они не успели ничего отстрелять, они ушли на другие территории, там они стреляли, я не знаю результатов, но в парке ничего не отстреляли. Вообще борьба с браконьерами и охотниками на территории заповедника длится уже несколько лет. Местные правоохранительные органы отстранились от проблемы и фактически администрация заповедника в одиночку ведет борьбы за сохранность флоры и фауны. Полицейским удалось по горячим следам задержать троих граждан Украины, подозреваемых в убийстве сторожа на строительной площадке. Происшествие произошло 17 января на улице Тополевой. Воровство медного кабеля закончилось убийством. Ранее судимый 42-летний гражданин Украины со своим сыном и зятем пришли на стройку, что находится на улице Тополевой и собрались украсть кабель. На настройке присутствовал охранник. На его замечания мужчины отреагировали агрессивно и начали избивать его. Удары оказались смертельными. После того, как злоумышленники разделались с охранником, они забрали с собой 50 метров кабеля, бензопилу и мобильный телефон убитого и скрылись с места преступления. За несколько часов лица подозреваемых были установлены. Все члены семьи были доставлены в Шевченковское отделение полиции, где с ними проводятся первоочередные следственные действия. Частина третья, статья 187, разбийный напад. В теперешний час тревает следствие. Злоумышленники затриманы в порядке статьи 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде, а я напоминаю, что новости телерадиокомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Все вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 18 января в Одессе переменная облачность, мокрый снег, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла, днем около 0 градусов. Редактор субтитров А.Семкин